Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём YouTube-канале. У нас давным-давно с вами не было рубрики «Закупка продуктов на неделю». А всё почему? Потому что не было моей любимой мамочки. Снимать такое видео на самом деле нелегко, потому что нужно ехать в супермаркет, который находится далеко от моего дома, вот эти пакеты таскать и все дела. Поэтому сегодня мы направляемся в супермаркет и будем снимать подобное видео. Я думаю, что сегодня будет дофига покупок, потому что у меня настроение прям тратить деньги. И это, кстати, очень удобно. Закупаться один раз, например, на две недели и потом уже не запариваешься. По каждой мелочи не спускаешься вниз в магазин. У нас были родственники, которые постоянно по каждой мелочи спускались вниз. Например, нужно полкилограмма картошки, они идут вниз. Нужна морковка, опять вниз. Я лично люблю, чтобы продукты, которые не портятся, вот купить и прям надолго. И не думать о таких мелочах, как закончились продукты, что-то нужно. Опять же, мы тоже спускаемся, но по возможности стараемся делать это редко и закупаться прям на неделю. Поэтому я решила для вас снять, потому что знаю, что вы любите подобный формат видео. Ты можешь, мам, фонарем мне посвятить? В общем, мама мне дала такую вот масочку. Мама сказала, что будь стильной, будь всегда на стиле. Дала мне свою черную маску, очень крутую. И мы сейчас уже направляемся в сторону магазина. Ну все, мы уже в Браво. Мама никак не может определиться с тележкой. То ей нравится большая, то ей нравится маленькая. А вот и мамулик, вот тележки. Как с черной мне хорошо маской. Белая, я как бомжиха, честно. Здесь прям куча стеллажей с концтоварами. Это, наверное, к школе. У нас 15 числа открывается школа. Гелевые ручки. Я просто обожала в детстве гелевые ручки. Набор стоит 2,80. А таких 3,60. Мне покупали один или два цвета каких-нибудь. Но чтобы набор был у меня, это была вообще сказка. Это был деликатес. Как красиво, посмотрите. 3 моната стоит такой арбанчик. Я бы рисовала в нем. А еще, еще есть вот такой вот. А еще есть вот такой. Все они стоят 3 моната. А еще есть вот такие вот. Монат 15. Мне кажется, очень бюджетно. Но мне такое не надо. Я люблю покупать, но не знаю, что писать в таких блокнотиках. Мне всегда было интересно, почему вот этот вот йогурт стоит так дорого. Это какой-то пудинг. Надо попробовать. Вот она. Еще со скидкой. Здесь акция. Принглс 2 штуки, 5,50. Вместо 8,30. Люблю акции. Я обожаю этот прилавок, но я не знаю, что это. Выглядит все очень аппетитно, но не понять, что это. Посмотрите. Кто знает, что здесь продается. Непонятные какие-то такие вещи. Это что такое? Вообще фиг знает. Выглядит аппетитно, но не понятно, что. Это кальмары. В воде. Стоит 6 монат 19 копеек. А все остальное, фиг знает. Вы просто гляньте, какое ассортие стоит 35 монат. Я так понимаю, это осьминоги. Это не знаю, что такое креветка. В общем. Вот что мы взяли пока что. Но мама еще выбирает мясо. Мам, что это? Имбит. Что? Имбит здесь есть. Стоит 5 монат за килограмм. А еще такая капустка. Вы просто видали такой баклажан. Ну, это да. Вот это да. Хотим приготовить куклап сэндвич. И здесь выбираем хлеб. Почему вот эти так дорого стоят? Я не знаю, но они крутые. Стоит 9 монат. 9 монат за такой хлеб. Легче пойти в ресторане, купить готовый, если честно. Есть и варианты по бюджете. Вот, например. Стоит 1 монат 43 рубля. Да, мам? Ты такой хлеб покупала? Да, я такой покупала. Давай это тоже возьмем. Хотя ты испекла хлеб. Зачем нам? Нет, давай это. Пока что у нас в корзине не густо. Ребята, рискнуть или не рискнуть? Это осьминоги в каком-то соусе. Вот. Коктейль в заливке. Пишите в комментариях, берем или не берем. Снимать мукбанк или нет. Здесь тоже какая-то непонятная хрень. Вроде ходим уже, наверное, полчаса. Особо ничего путного не выбрали. Не купили. Ходим дальше. Вот в каком отделе. Алкаши, привет. Сыр косичка. Мы с Шелли очень любим вместе хомячить его и смотреть какой-то сериал. Но для видео не то, если честно. И особо кроме меня его дома тоже никто не любит. Поэтому брать не будем. Я за два с чем-то покупала вот этот вот чокопай. А здесь, посмотрите на цену. Здесь намного дешевле. Моё любимое констоваро. Посмотрите, какая милейшая ручка. Я хочу обратно в школу. Как же это круто. Но она тоненькая. Совсем, знаете, как спичка. Наверное, неудобно будет ей писать. Но очень интересно смотрится. И вот такие вот классические. Классическая ручка стоит 25 копеек. Эта стоит 40 копеек. Этот аромат, кстати, очень распространён у нас. Пахнет очень классно. Стоит 15 монат. Везде, во всех супермаркетах у нас продаётся. Это такой, знаете, масс-маркет. Если кто-то пробовал, пишите в комментариях, как стойкость. Вот такие вот серёжки продаются. Браво. Есть и в золотом цвете, есть и в серебре. Есть вот такие вот. Целый набор стоит 4 моната всего. Здесь сколько пар? 6 пар, да, получается. Да. Такая вот красота. Мой любимый блогер всегда хвалит вот эту тональную основу от Белита Янг. Но меня всегда смущает цена. 3 моната. Настолько дешёвая тональная основа, то, что человек как-то даже боится наносить этот тон на лицо. Море тетрадок. Рай для школьника. 50 копеек стоят такие тетрадки. Какие котики. Все они стоят по 50 копеек. Если я ничего не путаю. Это клетка. Нам в школьные времена не разрешали писать вот такими ручками. Вам разрешают? Напишите в комментариях. Нам говорили, что это типа не полезно для рук. Поэтому нельзя. Давали нам обычную вот такую вот ручку классическую. Пиши сколько влезет. А здесь вот такая вот красота. Интересные очень ручки. Вы просто гляньте, какая красота. Это такая штука для бижутерии и для серёжек. Вот эти вот места. Они предназначены для серёжек. Сюда можно вешать браслеты. А здесь вот такое вот зеркало, которое так вот шевелится. Просто бомба. Просто цена дорогая. 30 монат стоит. Эта конструкция мне кажется дороговато. Я как всегда зависла на свечках. Новые здесь. 3,45 стоит. Просто бомба. Посмотрите. Они, наверное, ещё и арматизованные. Вы просто гляньте на эту красоту. Такой красивый цвет. И она не матовая. Немного такая, знаете, с плеском. 4 моната. Я снимаю, например, прям под носом у консультанта. Консультант мне ничего не говорит. Это называется цивилизованный магазин. Поэтому я всегда снимаю свои видео в Браво. И в основном закупаюсь именно здесь. Гляньте, что я нашла. 9,50. Вот такая вот штука. Это, ой, господи. Это, видимо, как-то открывается. И что, в поход, наверное, взять еду. Контейнер. Разные есть ещё вот такие. Все стоят одинаково. 9,50. Как думаете, какую из этих мусорок я выберу? Конечно же, вот эту. Такая стоит 9,70. Вот так вот открывается. Как же мило. Дай бог, когда у меня будет 170 тысяч подписчиков, я буду украшать свой тортик вот такими вот розовыми зайчиками. Если найду их здесь к этому времени. Для праздников здесь есть всё, что угодно. Даже вот такие ложки разных цветов. 2 моната стоит такой набор. Такую бы белую ко мне в комнату. Здесь цены нету, но крутая вещь, мне кажется. Веркла в полный рост. Было бы ещё повыше. И белого цвета я бы точно взяла. Для своей комнаты. Вау, посмотрите, какие органайзеры милые здесь. Это вообще нечто. Просто стоят они дорого. 30 монат. Такие 23. Это как шкафчик для Барби. А ещё такой. И вот там. Всё очень классно открывается. Ещё здесь есть отдел со всякими заколками для детей. Вот такие вот крабики. Они стоят по 2 моната. И много чего другого. Я такое, честно, не люблю. Просто дома волосы собрать можно. А так на повседневку такие крабики вообще не ношу. Но они такие матовые, прикольные. Приятно даже держать в руках. Мама выбирает туалетную бумагу. Мама, три слоя бери. Это четыре слоя. Четыре слоя. Есть пять слоя. Возьми пять. Ах, любимая. Почему туалетная бумага? Да, это туалетная бумага. Салфетки нужно. Да, салфетки тоже надо. Я каждый раз, когда умываюсь, я вытираю лицо именно салфетками одноразовыми. С нами есть с кубничным ароматом. Может, с кубикой возьмём? Будет пахнуть. Пока что у нас дела обстоят вот так. Гляньте, чёрное мороженое. Интересно, оно внутри тоже чёрное. Кто пробовал, напишите в комментариях. Я думаю, может, мукбанг забабахает. Пять-шесть штук вот таких вот чёрных. Есть и обычные. Спросила вроде у продавщицы. Она говорит, я не знаю, чёрные там внутри или нет. Я, если честно, уже очень устала ехать по домой. Мама всё ходит и ходит. Я вроде думаю, достаточно всего вызвать по такси побыстрее домой. Это всё, мам? Мама, ещё не всё. Это мороженое. Смотрите, Орю, какой огромный. Ведро прям. Я снимала мукбанг с такими маленькими. А это прям большие. Но не хочется. Мама решила взять арбуз. Я, если честно, считаю, что лучше взять около дома. Но мама говорит, всё равно на такси. Смотрите, здесь кокос. Здесь у нас манго. Я не люблю авокадо. Очень красиво всё разложили. Аппетит прям появляется. Смотрите, какие конфеты. Это такие типа грибочки. Но шапочка у них из шоколада. Очень вкусно. Даже можно и мукбанг снять. Хотя не уверена, что это вам будет интересно. Тебе хватит? Ещё одну. Поаккуратнее. Если бы я это умела делать аккуратнее. Захватит? Это бабули. Рачки. А это мои любимые. Как они правильно назывались? Тофикс. Здесь, кстати, опять же дешевле, чем в других магазинах. Я покупала за 7 с чем-то, а здесь 6,88. Здесь много канцтоваров, поэтому я не могу пройти мимо. Какие пенолы. Можно использовать как косметички. Стоит по 3 моната. Ну, бомба. Ну, что скажешь. Вау. Вау. Какой пони. Как мама говорит, у тебя в одном месте всё равно детство. Такие чуть подороже. 7 монат стоят с львёнком. Нам бы вам на балкон такой стол и вот такие стулья. Нам бы поменьше есть. Ой. Ну, почему-то, мне кажется, в деревне дешевле стоят такие вещи пластмассовые. Здесь каждый стул стоит 8 монат. И стол 40. Ну, да, стол, конечно, большеват для нас, для балкона. Вот эти столы. Я, кстати, когда выходила из дома, порвала джинсы. Я подумала, так стильно. Ничего страшного. Оставим так. Ещё есть вот такая расцветочка. Мне кажется, такая даже лучше. Стоят они одинаково. Этот набор, конечно, выглядит побогаче. Но он и стоит в 10 раз дороже. Тут такой столик, как журнальный. И вот такие вот стулья огромные. Ну, всё, мы закупились. У нас получилось почти 90 монат. Вызвали уже такси. Такси приехало. Осталось загрузить всё это туда. Там ещё дома есть закупки. А, да, дома ещё есть. А, да, дома ещё есть. А, да, я купил её. Стоим, в общем, ждём с мамочкой в такси. Мама такая в очках, деловая. Такси сниму я. Забыла снять. Мне кажется, в этот раз мы как-то мало всего купили, но много потратили. Или мне так кажется, не знаю. Мы ещё пока мясо не взяли, моя дорогая. Да, ещё мясо самое главное. Мы хищники. Да. Всё, мои хорошие, я уже дома. Уже пора показать вам то, что мы купили. Честно, вещей не очень много. Хотелось бы, конечно, чтобы их было побольше. Но как-то не приглянулось. Иногда бывает, вот заходишь в магазин, и всё хочется купить. Вот всё подряд нравится. А иногда бывает такое, что вроде смотришь, вроде и это не то, и то не совсем нравится. Цены иногда не очень приятные. По дороге встретила свою подписчицу. Мы договорились с ней, что она мне напишет в инстаграме. И мы с ней спишемся и снимем совместное видео. Это, конечно, очень приятно, что каждый раз в последнее время я встречаю своих подписчиц. И они такие милые, такие классные, не знаю, позитивные девчонки. Вот. Я вас очень всех люблю. Давайте покажу вам, что же я купила и сколько у нас стоят продукты. Вот так вот, мои хорошие, столько всего мы накупили. Мы всё это не купили в одном месте. Вот эта вот часть, это мама сегодня в нём закупилась клубничечка. Сейчас она, кстати, немножко дороже стоит. Давайте начнём с этой вот части. Это всё продукты нам на неделю. Я думаю, что нам хватит. Здесь много интересного. Начнём с песка. Три такие упаковки. Сначала мы взяли одну такую большую сетку, а потом подумали, что на этой сетке не было цены. Мало ли, сколько она стоит. Лучше вот здесь написана цена. 1,71. Это 2 килограмма. В общем, здесь 6 килограмм. Масло у нас здесь такое вот. Здесь 1 килограмм. Дальше туалетная бумага. Любимая три слоя. Зева Делюкс. Я люблю хорошую туалетную бумагу, что прям... Ну, вы знаете, в общем, о чём я говорю. Дальше здесь салфетки. Каждый раз, когда я умываюсь, я не использую полотенца. Так как у меня проблемная кожа, вы знаете, я использую такие вот одноразовые салфетки. Ну, одноразовые полотенца, так скажем. Купили кетчуп. Это классический. Он не острый. Он без всяких этих, знаете, чеснок, не знаю, болгарский перец. Иногда бывает вкрапление. Мне это не нравится. Я люблю обычный. Дальше вот такой вот кетчуп. Шашлычный, натуральный. Ну, вроде написано натуральный. Непонятно, какой на самом деле. И, конечно же, взяли провансаль. Московский провансаль. Это майонез. Дальше у нас здесь грудка. Сколько здесь? 1,30 грамм грудки и печенка. Печенка вообще там очень дешево стоила, поэтому взяли, не задумываясь. Дальше взяли такие вот сливки. Мама вообще всегда, когда покупает вот эти сливки, оказывается, очень много она для тортиков вперед и всегда остается. Поэтому решили взять на пробу вот такие. Если понравится, будем брать всегда такие. Дрожжи. Самый обычный. Здесь у нас лаваш. Завтра мы будем готовить очень вкусную шаурму. Дальше я пойду в парк и буду снимать для вас мукбанг на природе. Черный ржаной хлеб. Любовь. Дальше у нас хлеб-тост. Мы собираемся готовить клап-сэндвич. В ближайшее время увидите. Копченая грудка. Копченая грудка. Копченая грудка. Как я поняла, две. Шоколадка Альпингольд без ничего. У меня бабушка очень любит, поэтому берем всегда без ничего. Самый обычный сахар. Здесь две сметаны 15% для тортиков. Одна большая курица. Как вы видите, бройлер такой. Йогурты купила для того, чтобы вместе с ними кушать витамин D. Просто так витамин D я не могу пить. А вместе с йогуртом я взяла Эрмигурт. Такой с киви. С киви, кстати, не пробовала. Я уверена, что мне понравится. Любой йогурт у меня просто идет на ура. Дальше. Черный перец. Такая огромная упаковка. Конфеты-рочки. Их очень любит моя бабушка. Хлебцы, так как мама решила уже начать наконец-то худеть и заняться собой. А вот это вот все мама купила на рынке. Потому что на рынке намного дешевле. В супермаркетах мы походили и все-таки дороже. Хотя даже этот супермаркет один из самых выгодных. Все равно там дороже, чем на рынке. Купили шампиньоны. Кабачка. Мама будет готовить кабачковую икру. У нас рецепт даже есть на канале. Заглядывайте. Я вам оставлю в инфобоксе. Здесь клубника. Клубника сейчас уже стоит дорого. Но иногда прям хочется. Потому что скоро зима. Вот такие вот ягоды вкусные. Ой, ягоды. Фрукты. Баклажаны. Помидоры. Огурчики. Болгарский перец у нас здесь. И вот такой вот красный болгарский перец. Я всегда, кстати, в детстве думала, что красный это острый. А это не острый. Оказывается, нет. И здесь есть острый, и в этих есть острый. Дальше у нас здесь немного зелени. Три пучка. Зелень у нас намного дешевле стоит, чем, например, в России. Если вообще сравнивать продукты. Мне очень часто в комментариях пишут, что, Айка, у вас так все дешево. На самом деле, мы стараемся покупать по бюджетнее. То есть, можно было купить фрукты и овощи тоже, пойти в супермаркете. Это было бы дороже. Но мы стараемся как бы экономить и по возможности даже не ленимся идти на рынок и покупать именно там. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Если вам не сложно, если вы все равно меня смотрите, подпишитесь, пожалуйста. Всех люблю, целую. Всем пока.